Не так давно вышла статистика, согласно которой в среднем житель России тратит 6 часов в неделю на общественный транспорт. Наверняка то же самое касается и барнаульцев, особенно которые живут в отдаленных районах. Но сегодня мы хотим задаться вопросом, а сколько пассажиры тратят своего времени на остановках в ожидании автобуса, который не торопится к ним ехать. Потому что общественный транспорт в городе вымер более чем наполовину. В этом уверены активисты организации «Гражданский патруль» и «Транспорт Барнаул». Общественники провели свой рейд и выявили, на этих маршрутах картина особо печальная. Где-то вместо 16 автобусов ходит один, где-то поломки, износ, не хватает водителей, где-то вместо больших автобусов на рейс выходит транспорт малой вместимости. Один из наших участников решил выйти в Ленинском районе города Барнула и подоблюдать за движением автобусов 137, 138, 149 маршрута. За полтора часа он не увидел ни одного автобуса из этих маршрутов, кроме двух автобусов. Один буксировал, другой сломавшийся автобус. То есть маршруты сходят с линии. Вот, например, у меня 24-й автобус, очень редко стал ходить. Я не знаю почему. Раньше хорошо можно было уехать. Что больше всего раздражает в транспорте общественном в нашем Барнауле? В основном, как что транспорта мало, а людей там много, толпучка. Я сама работала в этой сфере, в 2000-х, и было очень плохо. Было очень холодно, было очень грязно. Грязно в том плане, что все было сгнивше и все. Потом был какой-то период, когда парк маленько поменяли. Стало лучше. Ну а сейчас опять идет все к тому, что все смашивается. Надо менять. Менять, ну на что? Общественники уверены, без господдержки барнаульскому транспорту не выжить. Необходимо участие в госпрограммах по обновлению транспорта. Ведь списанные московские трамваи, как и очередное повышение цен на проезд, проблему не решит. И перевозчикам, по мнению активистов, пора бы уже перестать прикрываться нехваткой средств. В прошлом году у нас были такие битвы за конкурс, за место, работать на маршруте. Судились в арбитражном суде и тому подобное. Но если это не выгодно, любой предприниматель просто уйдет и не будет выходить на маршрут. Общественники, которые затеяли рейд, обратились в прокуратуру Барнаула и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Ведь впереди зима, а значит пробки, поломки и не исключено обморожение на остановках. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.